Вокруг нового спорткомплекса Георгиевского в микрорайоне Дубрава началось благоустройство территории. На каком этапе сейчас работы, что еще предстоит сделать и почему на площадке рядом нельзя парковать автомобили, расскажет Елизавета Очкасова. Благоустройство Центра игровых видов спорта Георгиевский стартовало сразу после наступления благоприятных погодных условий. А завершение запланировано на июнь этого года. Выполнить работы доверили тому же подрядчику, что и возводил само здание. На данный момент идет строительство открытой спортивной площадки для баскетбола, готовятся к посадке зеленых насаждений газоны и остальное благоустройство под установку открытых трибун, раздевалки для спортивной площадки. На асфальте уже нанесена разметка. Есть наружное освещение и контейнерная площадка. Установили скамейки с мусорными урнами. В планах не только газон. На прилегающей территории высадят деревья, кустарники и композицию из декоративных растений. В ближайших планах установите видеонаблюдение по периметру спорткомплекса. А на летней площадке, которая появится в ближайшие несколько месяцев, смогут тренироваться не только спортсмены Георгиевского. В летнее время смогут дети на летней площадке проводить и соревнования, и ежедневные тренировки. Это сильно разгрузит спортивный комплекс в летнее время, и жители соседних домов, и, я думаю, микрорайона будут с удовольствием тренироваться на этой площадке. Многих родителей, которые привозят сюда детей на тренировку, беспокоят отсутствие возможности оставить машину на парковке рядом со спорткомплексом. По словам руководства Георгиевского, объясняется это техникой безопасности и предписанием прокуратуры. У нас есть те виды транспорта, которые заезжают на территорию для подвоза спортсменов. Это большие автобусы, если это групповые виды спорта. Для проведения соревнований заезжает также скорая помощь, для обеспечения медицинской помощи. Территория должна быть свободна для машин или пожарников, или полиции. Поэтому свободного посещения по предписанию прокуратуры у нас нет.